Политика, экономика, общество и как следствие социальная справедливость. Вот такие сейчас есть визуальные изображения. Сравнивание зарплаты президента США и зарплаты директора Укрпочты. Получается у него в месяц теперь будет такая зарплата, что если взять годовую зарплату, у него выйдет почти миллион долларов в год. А у президента США 400 тысяч в год. Этот сам Смелянский когда-то начинал с торговли на пляже в Одессе мороженым. Он в биографии там писал. Потом семья уехала в США по соответствующей программе. Ну, Смелянский, вот вы видите его. Пожил он там в США, а потом обратно перебрался, работал вроде в РФ. Потом обратно в Штатах, а потом в Украину на конкурсе выиграл. Ну, там писали за этот конкурс, что там было все так расписано, как у нас умеет, чтобы под конкретного, возможно, человека. И видите, такие, конечно, перекосы в оплате труда на железной дороге взять, там тоже десятки миллионов в месяц гривен зарплаты и другие государственные учреждения. Вы ж на это согласие не давали на такую зарплату, чтобы им платить. А это же ваши предприятия, ваши, вам принадлежат народу, как и газовые месторождения и все остальное, нефтяные, то, что есть в Украине. И вот если посмотреть, сегодня увидел в новости, какое состояние отделений Укрпочты под Херсоном. И вот это в Дарьевке, вот так вот закрыты окна. Видите, какой подоконник, какие стулья обдерты. Это, наверное, со времен СССР еще стоят. Вот такие стены, облупленные. Вот, смотрите, на стол письменный. Ну, это точно, что лет 50, наверное, столу письменному. Вот так вот. И вот пишет та читательница. Отсутствие отопления и человеческих условий в отделении Укрпочты в селе Дарьевка. Так, крик души ее. Оказывается, наша Укрпочта признана самой лучшей в мире. Поэтому такие достижения позволяют этому Смелянскому получать около 2 миллионов гривен в месяц. Я решил ободелиться фотоинформацией о самой лучшей почте на примере сельской Дарьевской. Это от Херсона, 15 минут на машине. Там асфальтовые дороги туда, в Дарьевку. Стены ободраны, полы не видели краски десятилетия, мебель совдеповская. Отопления нет, батарея сгнившая, компьютер зависает. Работает один кассир, почтальона в селе нет уже 2 месяца. Поэтому письма газеты пенсии не доставляются людям. Кто поздоровее, приходят на почту сами и по несколько часов ожидают в очереди. Для получения денег, письм газет. На мизерную заплату почтальона никто не идет работать. Вывод. Бюджетные деньги экономятся на зарплатах простых работников почты. Деньги не используются на обслуживание населения, а идут на оплату миллионной зарплаты главного начальника. Хотя одной его зарплаты хватило бы на зарплату 300 почтальонов при зарплате 6 тысяч гривен. Все устали от этого и без предела. Все чаще хочется, чтобы у нас в борьбе с коррупцией было, как в Китае. Но в Китае смертная казнь за коррупцию. И там очень много их казнят. Но их и там полтора миллиарда, вы не забывайте. Так что так вот. Люди у всех опустились руки. Никто ничего не хочет. Уже никто ни во что не верит. И мне что-то сегодня пришло такое сравнение, что такое вот хапужество, что ли. Это было перед распадом СССР. Вот где-то начиная с конца 90-го года пошли все такие процессы, что творили все, кто что хотел. И как результат плачевный мы видели. Мы будем надеяться, что будет хорошо. И все, что не делается, делается к лучшему.